Здравствуйте! Сегодня начнем говорить о загибках. Начать бы серию мастер-классов по загибкам мне хотелось самой распространенной, простой веревочки. Она плетется в два приема, она действительно не сложная. Много мастер-классов я видела, но самый из них доступный, который мне больше всего понравился, и который пришелся по душе, и по которому я, в общем-то, пробовала, училась, это у Мелены Строгой в стране мастеров. Итак, начинаем. Мы сплели небольшой поднос. Для того, чтобы плести загибку, тем более из крашеных трубочек, я их обязательно умягчаю. И еще слегка полилизатором увлажняю. Желательно бы оставить на некоторое время, чтобы они постояли. Сейчас батареи греют хорошо, трубочки пересыхают быстро. Вот так увлажнили. Я их увлажняю во второй раз, поэтому сразу начинаем и плести. Первое движение, которое мы выполняем, это берем трубочку, заводим ее за следующую и выводим наружу. Заводим. От меня за получается. За следующую выводим наружу трубочку. Вот таким образом. Вот сейчас этого ракурса. Раз и выводим. Загибаем и выводим. Если бы не увлажнили, вот большая вероятность того, что здесь трубочки будут лопаться. Ну, мы стараемся. Сделали все для того, чтобы это не случилось. Ага, все равно случается. Видите, трубочки слегка пересухшие. Раз. И так до конца. Вот так заправляя стоечки, мы доходим до конца. И вот здесь последнюю стоечку мы заправляем в самую первую петельку. Все. У нас все равномерно заправлено. Все равномерно натянуто. Первый этап веревочки выполнен. Следующий этап веревочки. Это мы берем любую из наших стоечек и заправляем. Вот тут уже, возможно, несколько вариантов. В первом случае мы сделаем так. Заправляем за первую, за самую первую стоечку. Я это делаю потому, что у меня по длине получились очень разные стоечки. И некоторые из них совсем короткие. То есть заправлять за третью, за четвертую можно попробовать. В другом случае, когда у нас побольше останутся стоечки. Сейчас мы делаем вот таким вот образом. То есть берем стоечку и заправляем ее просто вовнутрь. Берем следующую и тоже заправляем. И так проходим до конца, подтягивая при необходимости, выравнивая, следя за натяжением, чтобы натяжение было равномерное. Доходя до конца, мы наблюдаем за, изучаем узор, который у нас получился. Для того, чтобы не ошибиться в конце загибки. Итак, предпоследнюю мы заправляем, как обычно. И последнюю смотрим, чтобы узор вышел ровный. Мы заправляем вот в эту получившуюся и оставшуюся единственной пустой петелечку. Дальше прокапываем аккуратно, клеем в местах соединения, подтягивая при необходимости. И самый простой. И потом мы после того, как клей высохнет, аккуратно подрежем краешки. Самый простой узор. Простая косичка готов. И хочу показать еще один вариант простой косички. В том случае, если стоечки у нас вышли довольно большие. И мы можем... Хочется показать еще один вариант нашей веревочки. То есть, первый этап такой же, как и в предыдущем случае. То есть, мы загибаем каждую стоечку за последующую. Раз, два. Доходим до последней. Доходим до последней. И аккуратненько, аккуратненько ее умягчаем. И заводим нашу первую петелечку. То есть, все то же самое, как и в предыдущем случае. Вот единственное, только вот длина стоечек здесь нам позволяет заводить не в следующую. Здесь, во-первых, смотрите, расстояние между стоечками меньше. А во-вторых, длина самих стоечек больше. Поэтому мы можем тут себе позволить такой вариант. Когда мы будем заводить нашу стойку рабочую за раз, два. Даже вот за... Можно, вот смотрите, первый раз мы заводили за первую. Можем за вторую. А здесь давайте попробуем даже за третью. Посмотрим, какой у нас получится рисунок. То есть, вариантов этой загибки тоже есть несколько. В данном случае за третью трубочку заводим. За третью стоечку вернее. И слегка подтягиваем. И узор получится у нас уже другой. То есть, используя одну веревочку, получается, можно получить несколько вариантов загибки. У меня трубочки здесь крашеные, слегка пересохшие. Поэтому даже при увлажнении их все равно нужно смягчать. И следить за тем, чтобы они не переламывались. И вовремя сбрызгивать. Закрываем золотистый. Закрываем золотистый. То есть, в каждую. Возьмите золотистый. Сверхи. Затем за тем, чтобы соблюдался рисунок. Сюда, в следующую теперь петелечку. В эту вставили. Следующую. Слетим. Вот сюда. И у нас последняя осталась петелечка непродетая. Вот сюда. Все. Завершили. Четко получился у нас рисунок. Вот такой. Если сравнить, они отличаются друг от друга. Но мы уже знаем, чем. Мы заводили здесь за первую стойку. Здесь за третью. Вот такая загибка. Простая веревочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин